Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем концерты абонемента «Ступени мастерства». Сегодня третий концерт абонемента, и в нём участвуют самые юные музыканты. И несмотря на их молодость, юность, опыт выступлений концертных достаточно приличен. Они участвовали и в музыкальных школах выступали, и на концертной сцене музыкального училища. Конечно же, выступали здесь, в камерном зале «Классика», в рождественском и пасхальном фестивалях. С ребятами-скрипачами мы ездили в Москву для участия в концерте в музее Николая Константиновича Рериха. Юные музыканты выступали в концертном зале филармонии, играли с камерным оркестром и вместе с оркестром ездили по области. Ребята не только успешно выступают в концертах, и от выступления к выступлению их исполнение становилось ярче, интереснее. И они становились увереннее в себе, на сцене, и самое главное, что они хотели выступать. И участвовали также в конкурсах, и не только участвовали, принимали участие, но и побеждали. Становились лауреатами, дипломантами. Это областной открытый конкурс пианистов имени Елены Александровны Охотиной. Открытый областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени Соломон Саковича Емпольского. Региональный конкурс «Весенняя Кострома». Конкурс в Ярославле, он назывался «Учитель и ученик имени Баснера». Исполнителей на струнно-смычковых инструментах. А также международный конкурс в Суздале и международный конкурс в Москве пианистов имени Дмитрия Кабалевского. И многие другие конкурсы. И поэтому неудивительно, что мы решили включить этих музыкантов, талантливых музыкантов, в абонементный концерт. Чтобы они участвовали в целом концерте с сольной программой и в ансамблях. И я хочу сказать, что все ребята разные. У каждого своя индивидуальность. Но когда они играют дуэтом, они слушают друг друга, они дополняют друг друга. И получается прекрасный ансамбль, который, опять же, побеждает на конкурсах. Областных конкурсах фортепианных ансамблей и на конкурсы в Ярославле областном имени Баснера. И вот буквально недавно ребята приехали перед 8 марта с конкурса и забрали там все первые места. А воспитали их замечательные наши педагоги Татьяна Константиновна Шишкова, которая уже много лет преподает в музыкальном училище. Воспитала немало интересных, ярких музыкантов. И за многолетний труд, за профессионализм она удостоена звания заслуженного работника культуры России и лауреата премии «Триумф». Галина Геннадьевна Малькова после окончания консерватории продолжала работать здесь, в Иванове, в музыкальной школе уже более 30 лет. И каждый ребенок маленький, который приходил в ее класс, он уже не расставался с педагогом и со своей любимой скрипкой. Галина Геннадьевна – лауреат всероссийского конкурса «Лучший педагог» 2011 года. Она лауреат конкурса на присуждение гранта главы города Иванова за работу с одаренными детьми. И лауреат премии «Триумф». Вот такие у нас замечательные педагоги. Но какой концерт без концертмейстера? И сегодня еще у нас и будет выступать на сцене концертмейстер Александра Петровна Поротникова сопровождать наших скрипачей. И Александра Петровна и закончила тоже музыкальное училище, потом Минскую консерваторию. И вот уже более 20 лет она работает концертмейстером музыкального училища и преподавателем. Вот такие у нас педагоги. Прекрасные. И мы с огромным уважением относимся к ним. Они воспитали прекрасных, ярких музыкантов. Мы пожелаем им творческих успехов, творческого, неиссякаемого вдохновения. И, конечно, их подопечным успеха на сегодняшнем концерте. Пусть они сегодня себя почувствуют, пусть маленькими еще, но настоящими артистами. Итак, мы начинаем наш концерт. Открывает концерт фортепианный дуэт Егор Иванов и Егор Копытин. В исполнении фортепианного дуэта прозвучит произведение Вольфганга Амадеи Моцарта «Ария Попагена» из оперы «Волшебная флейта». Ария Попагена Амадеи Моцарта «Волшебная флейта» 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 Ария Попагена Амадея Моцарта «Волшебная флейта» Вольфган Вольфган Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Преподавателя Натальи Бореевны Щербининой, члена Союза композиторов. Егор Копытин, музыкальный момент. Исполняет автор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка Играет музыка Три фантастических танца Играет музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Александр Глазунов «Размышления» Исполняет Елизавета Кононенко «Размышления» 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 Пабло Сарасате 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 Пабло Сарасате